Здравствуйте, уважаемые посетители Фонтанки Офис! 17 октября, 120 лет тому назад, в 1896 году, Антон Павлович Чехов находился в расстроенных чувствах. Его пьеса «Чайка», прошедшая на сцене Александринского театра, была отвергнута публикой. Он говорил, если я проживу еще 700 лет, то и тогда не дам на театр ни одной пьесы, не пиши, не пиши. Всю ночь он бродил по городу, а утром, не говоря никому, уехал в свою усадьбу в Мельхова. История с этим провалом весьма поучительная. Ее можно рекомендовать как пример того, как исполнители и публика не в состоянии понять суть и форму художника, в данном случае автора пьесы. Чего же новин такого новаторского в «Чайке» и вообще, почему Чехова ставят и будут ставить на всех подмозгах мира? Потому что он оторвался от театральности, когда каждые пять минут дуэль, признание в любви, проклятие. У Чехова в «Чайке» ничего этого нет. Там люди действительно живут самой обычной жизнью, обыденной, но при этом они творят свою судьбу и судьбу окружающих. В первом действии милый Константин Треплев и Нина Заречная собираются представить публике сцену из его пьесы. Он пытается писать, а она пытается играть. Гости в имении собираются посмотреть на игры забавы молодых людей. Это ж так банально, что еще делать летом в имении. Но декадентская пьеса расстроила публику. Треплев убежал, а Нину похвалили, особенно Рьяна, только что приехавший популярный билетрист Регорин. Вот не убежал бы Треплев, не рукоплескал бы Регорин так Рьяна, и все сложилось бы иначе, не так трагично. То есть простые действия могут вызвать большую беду. Но в тот день публика пришла в театр не на драму, а на комедию с известной актрисой Левкеевой, которую любила консервативное мещанское бюрократическое сословие столицы. А ее не было. Была непонятная пьеса, забывающая комиссаржевской, грустная и унылая в течение всего действия и трагичная в конце. Она была непонятна актерам и не нужна публике. Конкретной вот именно этой публике. 17 декабря 1898 года в Москве на сцене художественного театра Чайку ждал оглушительный успех, потому что в театр пришли люди, которые были готовы сопереживать и открывать для себя новое. Всего вам доброго, уважаемые слушатели Фонтанки Офис. Оставайтесь вместе с нами. С вами был Иорг Илариус, Константин Ракс. С вами был Игорь Илариус. С вами был Игорь Илариус. Продолжение следует...